Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Меднаука. Сегодня поделюсь личным опытом в применении современных атипичных нейролептиков, таких как полиперидон, зипразидон, карипразин, луразидон. Препараты новые появились на фармакологическом рынке относительно недавно, достаточно дорогие препараты, поэтому сегодня обсудим, есть ли вообще смысл тратить деньги или может быть стоит использовать более какие-то традиционные нейролептики, которые уже себя зарекомендовали, имеется клинический опыт, обширный их применение. В общем-то существует достаточно обширный пласт научных работ, посвященный теме применения данных препаратов, но в данном ролике я расскажу о собственном опыте назначения применения и использования этих лекарств. Итак, первый препарат в нашем видео это полиперидон, известен также под коммерческими наименованиями инвега, ксиплеон. Этот препарат достаточно хорошо показал себя в качестве препарата поддерживающей терапии, в основном при приступообразной проградиентной форме шизофрении, удалось добиться устойчивой ремиссии, отсутствия повторных госпитализаций на протяжении больше чем года у пациентов. Также применял при органических, психотических расстройствах, бредовых и шизофреноподобных, достаточно неплохой результат. В принципе, по действию он сопоставим с респиридоном, но препарат, конечно, более дорогостоящий и на данный момент более актуальный. Как респиридон, данный препарат имеет пролонгированную форму. Таблетированная форма полиперидона достаточно доступна по цене, хотя, конечно же, препарат не сказать, что совсем дешевый. Инъекционный полиперидон, ксиплеон, очень дорогой. Следующий препарат, о котором хочу поговорить, это зипразидон, также известен под названием Залдац. Очень хорошо показал себя данный препарат в моей практике в терапии первого психотического эпизода. В частности, молодая пациентка, 19 лет, первый эпизод психотического расстройства с галлюцинаторно-паранойной симптоматикой, слышит голоса, получала лечение в условиях стационара более традиционными нейролептиками, ну, понятно, это клозапин, галлоперидол. Психопродуктивная симптоматика после выписки все-таки не купировалась окончательно, наблюдалась вот у меня в амбулаторных условиях, пробовали различные препараты, и вот в условиях терапии с зипразидоном удалось добиться дезектуализации бредовых и галлюцинаторных переживаний, возвращение пациентки в социум, на данный момент учится в ВУЗе. Препарат также имеет малое количество экстрапирамидных метаболических нарушений. Я бы его рекомендовал для поддерживающей терапии при состояниях, которые принято называть рекуррентной шизофренией, а также при повторяющихся психотических эпизодах. При этом препарат достаточно дорогой, 28 таблеток, около 5000 рублей. Следующий препарат, ну, на данный момент один из самых новейших, достаточно модный, актуальный. Карипразин, препарат производится с компанией Гильон Рихтер под коммерческим наименованием Реагила. Ну, здесь поделюсь таким случаем. У меня была пациентка, я тогда работал в частном стационаре, с формакорезистентной формой кататонического возбуждения. Пожилая пациентка, постоянный крик, агрессивное поведение, сутками, не купирующиеся возбуждения, стереотипии, моторные, речевые. Перепробовали все возможные виды нейролептиков и седативных препаратов, в том числе. Пациентку, к сожалению, выписали в неудовлетворительном состоянии, и она, в общем-то, получала уход уже в домашних условиях. Ей купили специальную кровать, наняли сиделку, но там уже соседи, соответственно, начали проявлять претензии, потому что постоянные крики. Невозможно находиться не то, что в одном помещении, а даже и за стеной все это слышно и вызывает, соответственно, дискомфорт. Я консультировал эту пациентку уже на дому в частном порядке. И в виде эксперимента, поскольку на тот момент это было буквально вот недавно появившийся препарат на рынке, приходилось, пришлось применить препарат реагила. И вот именно на этом препарате возникло значительное улучшение состояния пациентки. Я назначал его в сочетании с препаратами лития и бедзодиазепинами. На фоне терапии корепрозином ушла агрессия. Пациентка стала себя чувствовать значительно лучше. Намного облегчился уход за пациенткой. Купировалась психотическая симптоматика. Ушли симптомы кататонического возбуждения. Кроме того, имеются сведения, что корепрозин хорошо проявляет себя в терапии негативных симптомов шизофрении. Однако в моей практике есть пациенты, кто получал реагилу, но отмечали наличие побочных эффектов от препарата, либо отсутствие какого-либо позитивного изменения состояния. Препарат стоит, вне зависимости от дозировки, за 28 капсул около 4 тысяч рублей. Ну, то есть, не из дешевых, опять же. Следующий препарат, наименее изученный мной препарат, называется луразидон, или коммерческое именование данного препарата, латуда. Назначал буквально нескольким пациентам с психотическими состояниями, чаще всего, опять же, фармакорезистентным. Однако, существенного изменения состояния на фоне амбулаторного лечения добиться не удавалось, и дело заканчивалось стационаром. Вердикт. Если есть возможность, прежде всего финансовая, лучше, конечно, начинать терапию наиболее современными на данный момент нейролептиками, поскольку в случае неуспешности и отсутствия достижения терапевтического эффекта, так или иначе, придется прийти к более традиционным. Это успеем в любом случае. Кроме того, один и тот же препарат разных производителей может оказывать разный терапевтический эффект. То же самое относится и к наличию, либо отсутствию побочных эффектов, нежелательных каких-либо симптомов. К примеру, аланзопин отечественный или аланзопин зарубежного производства, как говорят в Одессе, это две большие разницы. В своей практике обычно я рекомендую все-таки терапию наиболее качественными из доступных нейролептиками. Хоть даже это и не самые могут быть новые медикаменты на данный момент, но по цене они могут быть сопоставимы с вышеупомянутыми мной препаратами. То есть, опять же, от 3000 до 5000 рублей за упаковку. Такие препараты, как аланзопин и квитиопин, уже прочно вошли в обиход психиатров. И я надеюсь, что вышеперечисленные, упомянутые мной препараты также со временем получат широкое применение. И, соответственно, мы, врачи, получим больше информации об их свойствах, об их применении в клинической практике, об эффектах этих препаратов, как положительных, так и, возможно, негативных. Некоторые из этих препаратов уже включены в алгоритмы лечения как психотических, так и эффективных расстройств. Итак, друзья, надеюсь, удалось несколько осветить данную тему. Если есть вопросы, обращайтесь непосредственно в комментарии или напрямую на портал Миннаука. Рад был общаться с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok